Сергей сдает кровь впервые. Об акции, которую областная станция переливания проводит в Одинцовском районе, узнал в случайной социальных сетей и, не раздумывая, решил участвовать. Мне кажется, надо больше популяризировать. Потому что, на самом деле, наверняка есть много людей, кто бы не против было сдавать, но просто либо неудобно, все-таки это в рабочее время всегда происходит, либо просто не знают, где это сделать. То есть я вот один из таких. Донорскую кровь на Одинцовской станции переливания принимают по вторникам и четвергам. Кроме этого, проводятся выездные дни донора. Акции с участием коллег из области тоже не редкость. В год их бывает не менее трех. На данный момент дефицита крови в лечебных учреждениях района нет, но он может возникнуть в любой момент. Потребности в крови существуют постоянные. Это, во-первых, острые заболевания, травмы. Кровотечение, развившееся, кажется, на фоне якобы полного здоровья, но человек попадает на операционный стол. Плановые операции, которые также требуют компонентов крови. Поэтому кровь востребована каждый, каждый, каждый день. Донором может стать не каждый. Противопоказания бывают постоянные и временные. К первым относятся, например, ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез, обострение хронических заболеваний, переливание крови, нахождение в длительных зарубежных командировках, нанесение татуировок и многое другое может стать временным препятствием на пути к донорству. Кроме того, вес человека, который собрался сдавать кровь, должен быть более 50 килограммов. Объем циркулирующей крови зависит от массы тела, в общем-то, понятно, да? Ну и у маленького человека, но с горячим сердцем, крови все-таки не столько много, чтобы брать полную дозу, которая существует. В настоящее время служба крови России работает в основном с системами, рассчитанными на 450 миллилитров цельной крови. Взять меньше в эту систему невозможно, потому что будет нарушено соотношение с консервирующим раствором, и кровь не будет соответствовать требованиям. Перед каждой кроводачей обязательный осмотр врача. Процедура должна быть безопасной как для рецепиента, так и для донора. Желание помочь ближнему привело Марию на станцию переливания крови во второй раз. После первой сдачи крови я чувствовала себя как-то как заново родившаяся, то есть это действительно прибавляет силы, и хочется потом еще раз пойти сдать кровь. Присоединиться к донорскому движению просто. Для этого необходимо прийти на Одинцовскую станцию переливания крови во вторник или четверг с 9 до 12. С собой нужно иметь паспорт и желательно хорошее настроение.